Имена героев, не вернувшихся с войны, высечены на мраморных досках мемориала погибшим воинам-химикам, который расположен на улице Заводская. 180 щелковцев-работников химзавода не вернулись с фронта, но память о них жива. Так, в преддверии 9 мая у мемориала собрались работники и руководство Щелкова Аграхим, сотрудники администрации, депутаты, школьники. Самыми почетными гостями стали, конечно, ветераны, труженики тыла, дети войны. Очень хотела бы, чтобы вы помнили и чтили память своего завода. Значимость вообще каждого участника этой войны, наших погибших, конечно, бесценна жизнь, которую молодые годы отдали участники войны. И мы должны, конечно же, в этот день и в прочие дни, а сейчас мы каждый день, нам напоминают о том, что нацизм и фактически наследие фашизма продолжает быть на этой земле. Ему, конечно же, мы должны противостоять. Мы никогда не позволим стереть или переписать события Великой Отечественной войны. Вечная память героям. Анну Ильиничну Соколову война застала, когда ей было чуть больше 10 лет. В родной Рязани она, будучи еще совсем девочкой, вместе с другими детьми и женщинами трудилась в тылу. Вспоминать о том времени тяжело, признает сотрудник тыла. Анна Ильинична долгие годы проработала на Щелковском химзаводе. Мы столько пережили свою бытность. Мы же дети, по существу, были еще, когда война шла. Я хочу сказать, любите жизнь. Вот мне уже сейчас 90, я хочу сказать, что любите жизнь. Так она дорога, так она дорога. И надо ценить то, что есть у нас сейчас. Хочу сказать вам спасибо за все. Особенно спасибо вот этому химзаводу. Почему? Потому что всю жизнь этот завод был ведущим. Я здесь очень много проработала в цехах, в загазованности и училась в институте. Щелковский химзавод – некогда одно из градообразующих предприятий. В годы Великой Отечественной войны внес свой неоценимый вклад. Здесь выпускалась продукция для нужд фронта и оборонной промышленности. На фронт от предприятия вместе с другими щелковцами отправились 745 заводчан. Не все вернулись с поля боя, но те, кто выжил, положил традицию собираться в преддверии 9 мая, чтобы вспомнить павших. Этой традиции, которую сегодня химики свято соблюдают уже много лет. И на этот раз к мемориалу возложили цветы. Торжественная церемония состоялась также у памятника героям Советского Союза на улице Парковая. На мероприятии присутствовали учащиеся педагоги Щелковского лицея номер 7, представители администрации городского округа. Почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания и школьники 6-й гимназии, которые собрались у мемориала погибшим воинам хлопчатобумажного комбината. Ребята из детской творческой лаборатории «Триам» прочли стихотворение на военную тематику. Всем их судьбы навечно поправив и зачеркнув и любовь, и мечты. И чтоб все это не повторилось, нам самим надо не допустить. Чтобы память в сердцах не размылась о тех людях, что дали нам жить. Субтитры создавал DimaTorzok